Я из компании Ernst & Young, я работаю в подразделении, которое занимается оказанием юридических и налоговых услуг компанией промышленного сектора. В силу характера нашей компании и в силу особенностей клиентуры мы очень редко имеем дело с какими-то такими простенькими вопросами. Как правило, мы работаем по достаточно сложным, долгоиграющим проектам. И то, про что я буду говорить, это одна из категорий проектов, по которым мы часто принимаем участие. Я, несмотря на то, что там есть несколько слайдов, которые, по большому счету, представляют собой перечисление всех основных доступных опций части поддержки инвестиций, я бы не очень хотел сейчас говорить в чистом виде про правовое регулирование, скрывающееся за всеми этими пунктами. Я, наверное, расскажу даже свои практические наблюдения по этим пунктам, которые, в общем-то, у меня сформировались по итогам реализации ряда проектов, где мы сопровождали наших клиентов, когда они обращались в те или иные регионы, получая те или иные льготы от региональных властей. Самое первое, из чего, в общем-то, что рассматривается компаниями как правило, и чаще всего, это региональные меры господдержки, и среди них это льготы по новым прибыльным обновлением имущества. Это, в общем-то, достаточно заглянуть практически в любой закон, в закон любого СССР, и в этом вы видите любое сгональство, и в этом вы видите закон о стимулировании инвестиционной деятельности, и вот эти две льготы, вновь на ему, вновь на прибыль, там фигурируют. Причина, в общем-то, проста, это как раз тот вид господдержки, который не требует оттока денег, который мы сейчас. Государство или лица регионов готово поделиться тем, чтобы оно бы и так не получило, если бы вы не реализовали свой инвестпроект. Поэтому это делается достаточно просто, в лед достаточно получить, достаточно пройти процедуру, вот я не знаю этот статус, например, как правило, это означает приоритетный инвестиционный проект, подача документов и дело в дело. Очень распространено, проблема, в общем-то, только с целью в одно, далеко не всегда, и далеко не во всех случаях региональное законодательство уже содержит все необходимые новые базы, прошлые катастрофы. И один из статусов, по которым мы сейчас работаем, как раз в общем-то и состоит в том, что мы не помогаем клиенту получить льготы, мы помогаем клиенту помочь оригинальному властям сформулировать всю необходимую правовую базу, чтобы потом этот клиент смог получить на необходимые льготы. Другая льгота, которая в моем понимании незаслуженно забыта, незаслуженно не используется, это инвестиционно-налоговый кредит, почему она незаслуженно забыта, почему незаслуженно еще более непонятно. В чем смысл? Допустим, у вас есть неоспроятельность 100 млн долларов, когда вы планируете, вы закладываете заранее, что заплатите какой-то налоговая прибыль, но ему, допустим, 3 млн долларов. Соответственно, у вас в теории образуется дырка для самых 3 млн долларов, которую вы можете покрыть, допустим, кредитом. Так вот, перерывается этот опрос. Либо я, если пойду в банк, получу кредит на 3 млн долларов, либо я пойду в местные органы власти, получу там инвестиционно-налоговый кредит, подставку, замечу его, и полуставки региональсирования ЦБ, и, в общем-то, те самые 3 млн я получу. У вас, по большому счету, вариант. Либо взять эти 3 млн под достаточно смешную ставку, при всем при том, что вам не нужно платить безмерные деньги мисс-банкирам, вам не нужно нанимать мега-юристов, ну, допустим, типа компания Нортон Роуз, для того, чтобы всех всем убедили. Вам достаточно взять тимплейт, который разработан на загнатном уровне, там помка есть страниц текста, получить поручительство, и все, готово. Я не понимаю, почему эта мера не использована на достаточной мере, но проследить, как она используется, можно достаточно легко, достаточно забегнуть на сайт ФНС, там есть статистика, и видно, что, в общем-то, я считаю, что незаслуженно лежать на эту меру, она очень редко используется в этом практике. Косударственные гарантии к инвестиционным проектам. Вот следующие 3, в общем-то, это штуки, которые применяются достаточно редко. И тут как раз причина в том, что мы как раз плавно переходим в ту сферу, где государство уже не просто дает что-то, что ему еще и так нет, а когда государство вынуждено давать что-то, где оно стоит себе под определенный финансовый риск. В подавляющем большинстве регионов правовая база под все вот эти явления, она создана. Более того, во многих регионах существуют порядки получения этих самых государственных гарантий, что куда нужно пойти, и так далее. Все упирается в одну достаточно простую вещь. Все эти гарантии представляются при условии, что есть на это средства в бюджете. А когда мы взглядываемся в бюджет, мы видим, что там ничего не забюджетировано. Для большого количества компаний, которые начинают все анализировать, видят такие расклады, они для них являются точкой постановки. На практике же все не так трагично. На практике движение будет немного обратно. Не всегда, конечно, но обратно. Сначала вы приходите к губернатору, убеждаете его, что вам нужны какие-то госгарантии, обо всем договорились, а потом процесс идет дальше на уровень регионального парламента, где, собственно говоря, вносится закон о изменении госбюджета. Все. То есть сам факт того, что если вы зашли в оригинальное законодательство и увидели, что там нет в бюджете такой нормы, такой возможности, это всем не означает, что реальности получить-то невозможно. Это возможно получить. Просто это требует чуть больше усилий, чем если просто представить адридское законодательство. Субсидиями еще более проблемно, потому что это вообще-то просто отдача денег. Тем не менее, ряд регионов применяют это достаточно активно. Боюсь ошибиться, по-моему, в Ростовской области осталось, в Бризанской области это применялось. В общем, короче говоря, далеко не все регионы реально дают субсидии, но есть ряд регионов, которые, в общем целом, готовы рассматривать эту опцию. Особоэкономические зоны. Особоэкономические зоны, в моем понимании, это такая вещь, которая таит в себе как большие плюсы, так и большие минусы. Понятно дело, что есть налоговые льготы, таможенные льготы, но есть одна большая проблема. Проблема в том, что государство экономических зон это в значительной степени инициатива региональных властей. И она предполагает, что региональные власти должны не просто сделать ряд административных шагов, а предполагается, что они еще и в инфраструктуру вложатся. Что далеко не всегда они готовы сделать. Плюс для многих компаний, наша с вами индустрия, это особо не сказано, что является выгодным явлением. Например, золото. Если вы, допустим, садитесь в экономическую зону, то все, что туда ввозите из-за границы, не облагается таможенной кошек, это супер. Все, что ввезли в виде оборудования, не облагается. Проблема в том, что когда вы будете оттуда вывозить золото, то это не будет вывозом товаров таможенного союза. Это в теории будет ввозом золота в Россию. Что автоматически означает применение ко всему этому ввозных таможенных кошек. Если не изменить память, для золота это что-то около там 17-19 процентов, примерно так. На этом фоне использование подобной льготы далеко не совсем однозначно. И плюс на это накладывает еще тот факт, что есть терки с ВТО по поводу особоэкономических зон и их дальнейшей судьбы. В общем, короче говоря, вопрос далеко не совсем однозначно. Есть такая госпрограмма развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности. Там есть много подпрограмм. Я отобрал, в общем-то ту, которая в наибольшей степени подходит к нашей самой индустрии. Ну, там, жмички, комплексом, или что-то еще вряд ли подходит нам. Этулурген, наверное, чуть больше подходит. Ну, то, что есть, то есть. У меня неоднозначное мнение по поводу этой программы. Она выглядит монументально. Там я попробовал скачать ее в Word, у меня в Word, наверное, минут 10 висел, прежде чем он ее скачал. А вот когда я еще попытался сравнить госпрограмму принятую в конце августа и госпрограмму аналогичную принятую в июле принятую, он просто завис, он сломался. Он сказал это делать. Там много, как я сказал, подпрограмм. Есть, допустим, программа металлургии, она содержит определенные меры господдержки. В общем-то, все эти меры я здесь перечисляю. Мне стоит только догадываться, зачем эти меры вообще перечислены на этот самый подпрограмм. По двум причинам. Во-первых, эта самая подпрограмма не предполагает бюджетного финансирования. Там прям в большинстве буквы написано, что бюджетного финансирования ноль. Как, допустим, собираются это реализовать, непонятно. Вторая штука, что, в общем-то, все эти льготы, которые здесь есть, они на самом деле уже существуют. И обнуление МДС достаточно легко получить на новое оборудование. И пошлины в значительной степени на технологическое оборудование близки к нулю или около нуля. Субсидирование акционных ставок для субсидиологии тоже существует в постановлении 2019 года. В частности, не шла на банку, но про это я вообще молчал. То есть, честно говоря, смысл этого инструмента мне не очень понятен. Я ни разу не видел, чтобы кто-то пытался воспользоваться тем, что здесь написано, именно для своих целей. Сами меры, они применяются, естественно. Но именно как меры предусмотренные госпрограммы развития промышленности, повышения неподпроизводственности, я не видел ни разу. Хотя у них очень все круто. Вот вы, как я вижу, сами согласны. Абсолютно не согласен. Да, ну, как сейчас это возможно сказать. Госгарантии по кредитам и займутам. Там тоже перечислено в этой самой программе развития промышленности. Она... Тут, наверное, тоже не совсем однозначная штука. Если, допустим, посмотреть закон о госбюджете на 2013-й годы планы в период 2014-2015 года, то там предусмотрена достаточно большая сумма инвестиций на гарантии. Есть, между меня и память, 97 или 98 миллиардов рублей. Есть проблема в том, что, благо, раз там же идет речь и о планы в периоде 2014-2015 года, так вот там вообще не предусмотрено никаких финансов на поддержку этой самой инвестиционной гарантии, которые в Камазане. Поэтому остается вопрос, насколько это будет реально применяться. Хотя, допустим, у меня есть некоторые клиенты, которые под свои инвестпроекты достаточно легко, умственно говоря, получили госгарантии федеральные по своим инвестпроектам. То есть это, в общем-то, абсолютно реалистичное явление. Полагаю, что, наверное, в 2014 году это тоже будет реалистично. Может быть, что-то более сложно, чем, допустим, получить такие же госгарантии на уровне субъекта федерации. Ну, в общем-то, я думаю, вполне возможно. Средства инвестиционного фонда. Инвестиционный фонд, я бы сказал так, его незаслуженно боятся. Почему-то, когда возникает речь про инвестиционный фонд, все думают, что это что-то там просто вообще мега. В действительности, да. Чтобы заинтересовать инвестиционный фонд каким-то там хорошим проектом, вам нужно приставить проект на 5 миллиардов рублей. Те, что в том, что, в принципе, через инвестфонд можно финансировать и региональные инвестиционные проекты. И более того, там через него можно направлять, из него можно брать средства, субъектам для цели своих проектов. И там цена отечения гораздо меньше, 500 миллионов. Вот. И под это дело многие субъекты федерации создают свои региональные инвестиционные фонды, которые вполне себе реально могут получить финансирование из федерального бюджета. Это, опять же, достаточно подоемкое действие, но... Достаточно подоемкое действие, но оно возможно. И для этих целей необходимо воле субъекта федерации и... Готовно и частично профинансировать этот проект тоже, потому что инвестиционный фонд не даст вам все деньги полностью. Он предполагает такую-то долю финансирования со стороны регионального бюджета тоже. Отдельные налоговые льготы. Ну, я не буду здесь про это подробно говорить, если... Совсем вкратце. Да, льгота из-за страдок на него. Условно говоря, вы понесли расходов на него по 100 рублей, вы вычитаете 150. То есть 50 до 100 рублей прибавляет вам от всего своего сердца. Энергоэффективность инвестиционного кредита. Незаслуженно забыто... О, если ты где-то израстал. Незаслуженно я забыл. Еще одна вещь, если написал. Это так называемый таможенный... Короче, смысл в чем? Что если вы планируете ввести в Россию какое-то большое мегаоборудование, мега-станок, который состоит из-за большого количества частей, на него таможенная кожа может быть ноль. Но вы не можете ввести его... Вы его ввозите в течение долгое времени по частям. А на эти самые части могут существовать другие таможенные кожи. И вы имеете возможность получить эти самые приближительные таможенные классификации, по-моему, это называется. Когда вы заранее получаете эти самые классификации на это самое оборудование, и уже эти части оборудования ввозите не как саможенной кожиной ботаминовой, а именно саможенной кожиной нотки. Это часто применяемое явление. Ну, только что не так, что прям часто, но оно достаточно активно применяется. Я считаю, что оно очень перспективно. Выводы. Двух словах. Если совсем в двух словах, то я абсолютно уверен, что если они получили какую-то торговлю, то вам нужно идти в регион. Залеко не всегда в регионе есть готовая нормативно-правовая база ПДФ, но и на их власти гораздо более веки. Они готовы что-то обсуждать, они готовы пойти вам на встречу. Если вы их распроекты на полмиллиарда долларов, то они будут весьма-весьма открыты во всей рекламе, самим что-то обсуждать. Тенденция при этом является в том, что федеральный законодатель стремится, ну не стремится, но явно выражает свое желание контролировать этот процесс и участвовать в нем. Вы, возможно, слышали, а по-действию, по-моему, про это сказали на мероприятии, что принят, подписан уже президентом, закон о стремлении на деятельность в Дальнем Востоке, который предусматривает налоговые льготы для компаний, проведущих инвестиционные проекты там. Поэтому, в общем-то, есть явная тенденция к тому, что государство передает там все больше и больше внимания, и нужно это иметь в виду. Это последний слайд. Если есть, я бы еще минута. Ну, заедем. Все, да? Тогда я заканчиваю. В общем, короче, шаги, которые необходимо иметь в будущем запускать проект. По каждому я могу говорить достаточно долго, потому что совсем по каждому пункту мы сталкивались с какими-то практическими проблемами с клиентом, либо там, законодательством, либо что-то еще. Но, в общем, прежде чем реально перейти к внедрению чего бы то ни было, я бы настоятельно рекомендовал бы об этих пунктах очень внимательно задуматься. Все, спасибо большое за внимание. Спасибо.